Привет! Это информационный подкаст редакции Оренбург Медиа. Новости города О. Рассказываем о том, чем запомнилась эта неделя в информационном потоке. Если вы не читаете новостей, то самое время их послушать объективно. Журналисты редакции Оренбург Медиа внимательно следили за тем, что происходит. Сейчас коротко обо всем расскажем. У микрофона шеф-редактор Татьяна Гавриш, партнер выпуска «Город еды». Опять плюс 35. Мы с вами в эпицентре августовской жары. Синоптики предупреждают об аномальных температурах, но мы-то понимаем, что конец лета в Оренбурге традиционно солнечные, зашкаливающими температурами. Разряжают атмосферу ливневые дожди. Так, один из них в среду, 16 августа, наделал немало шума в городе. Мощный ливень за несколько минут затопил улицы Оренбурга. Сильный ветер выломал деревья и обрушил их на тротуары и проезжую часть. На Пушкинской подупавшее дерево попал автомобиль. Последствия стихии в городе устраняли почти сутки. Оренбуржцы оценивают работу мэров и глав районов. Голосование продолжается на портале правительства региона. Помимо оценки, жителям предлагают высказать свое мнение по качеству дорог и коммунальных услуг, а также охарактеризовать уровень жизни. Опрос идет уже несколько недель. Аутсайдеры рейтинга – глава Красногвардейского района Юрий Классен, глава Кувандыкского городского округа Виктор Пауков и мэра Оренбурга Сергей Салмин. При этом число проголосовавших в Красногвардейском районе перевалило за тысячу. А в Оренбурге и Кувандыке свое мнение высказали значительно меньше респондентов. На сайте Оренбург Медиа рассказали о том, как оценивают себя оренбуржцы и почему во многих территориях результаты голосования пока совершенно нерелевантны, частично даже в Оренбурге. Центробанк 15 августа резко повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%. Эксперты оценили, как это на практике изменит жизнь оренбуржцев. Заведующая кафедрой банковского дела и Оренбургского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН Жанна Ермакова, считает, что главной причиной повышения стало значительное подорожание валюты. И поэтому повышение ключевой ставки позволит укрепить курс рубля. Эксперт по недвижимости Максим Левченко рассказал, что после повышения ключевой ставки проценты по ипотечным кредитам повысятся. Вместе с тем жилье в Оренбурге может подешеветь, отметил он. В Оренбурге ищут средства на строительство примыкания дороги дублера Чкалова-Гагарина, обустройство примыкания от улицы Степана Разина и загородного шоссе позволит быстрее запустить движение по дороге дублеру. Правительство на неделе обсудили этот вопрос. Губернатор Денис Паслер поручил региональным Минстрою и Минфину определить источники финансирования работ. Строительство дублера Чкалова-Гагарина идет сразу на нескольких участках. Общая протяженность новой дороги составляет почти 4,5 километра. В Оренбургской областной инфекционной больнице отмечают наплыв пациентов с коклюшем. Сейчас стационарий лечит четырех младенцев. О росте госпитализации пациентов с этим диагнозом сообщил главный врач инфекционной больницы Андрей Попов. Он отметил, что три ребенка находились в реанимации и призвал родителей не отказываться от вакцинации. В Оренбурге во время реконструкции Советской погибли деревья, высаженные вдоль пешеходных тротуаров. Подрядчика обяжут восстановить зеленое насаждение. Причины гибели – подкопы корням и отсутствие полива. В некоторых случаях деревья просто завалили мусором. Проблемы с деревьями наблюдаются и в других районах центра Оренбурга, где шел ремонт. В частности, речь идет об улицах 9 января и Бурзянцево. Многие деревья на Советской начали сохнуть, некоторые фактически погибли. В основном это молодые липы 2020 года высадки, но среди поврежденных деревьев есть и старые насаждения. Как отметили в мэрии, подрядчику направили претензии. Компания, которая занимается реконструкцией, обязана восстановить погибшие деревья. В Оренбурге подорожали услуги такси. Владельцы таксопарков заявили, что это может быть связано с новым законом. Подробнее о нем и проблеме таксистов читайте в большом материале на сайте. Ранее в Оренбурге таксисты обратились жалобы в Общественный совет по развитию такси. Да, и такое, оказывается, существует. Они попросили организацию поддержать их требования, не вводить ужесточение в закон о такси. Это приведет к огромному количеству проблем. И пока в Оренбургской области ситуация идет к тому, что закон ведут в смягченном формате. Красить машины будет не обязательно. Решение по эко-классу авто отложат на год с лишним. Также будет принесено правило обязательного страхования пассажиров. Некоторые пункты закона введут уже в этом году. В частности, речь идет об обязательной аттестации водителей. Но, несмотря на это, цены на такси повысились уже сейчас. Заказать машину через агрегаторы Яндекса или Uber, а это самый популярный способ вызвать авто в Оренбурге, в августе этого года, по сравнению с началом лета, стало дороже примерно на 20-25%. Инцидент с публикацией персональных данных оренбуржцев после публичных слушаний по генплану довели до административного дела в отношении Департамента администрации Оренбурга. Об этом говорится в материалах прокуратуры. Жители Оренбурга в июле заявили, что чиновники мэрии, публикуя результаты публичных слушаний, по генплану раскрыли персональные данные участников слушаний, опубликовав их в газете «Вечерний Оренбург» и на сайте мэрии. С сайта мэрии данные удалили, однако тираж газеты уже ушел в распространение. Прокуратура проверяет безопасность дорог в новых кварталах северо-восточного жилого микрорайона, в том числе и улицы Зеленка. Надзорное ведомство проводит проверку по вопросу безопасности дорожного движения в ответ на запрос издания «Оренбург-Медиа». Мы не раз писали о том, что в густонаселенном районе города, вблизи гипермаркетов и жилых микрорайонов, не обустроена пешеходная зона, сотни людей, среди которых мамы с колясками и дети преодолевают путь фактически по проезжей части, где также двигаются многотонные грузовики. Проект дороги из-за недостатка финансирования отодвигают который год. На неделе в Оренбург-Медиа возобновили работу аттракционы. После ЧП с обрушением карусели развлекательная территория вновь запустила игровую развлекательную зону. Как сообщалось в СМИ, все аттракционы прошли дополнительную проверку. Оренбургские бахчеводы на неделе объяснялись с покупателями, почему цены на местные арбузы буквально скачут. Сезон арбузов и дынь в самом разгаре. Стоимость местных поливных арбузов варьируется от 15 до 25 рублей за килограмм. Оптовая цена составляет 7-13 рублей. Так вот сейчас массово продают поливные арбузы, их сезон скоро завершится, а так называемый суходол только начал созревать. Оптовой реализации еще нет, пока еще редко, где в городе можно купить суходольный арбуз. И стоит он дороже поливного. Как выбрать сочный арбуз традиционно в августе рассказали вместе со специалистами Роспотребнадзора. Городостроительный совет одобрил место установки памятника Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову. Композицию, созданную скульптором Александром Сукмановым, участники встречи единодушно поддержали. Большинством голосов одобрено и место установки композиции из бронза на углу улиц Химической и Регенераторной. Инициатор проекта Оренбургский благотворительный фонд Евразия. Высота скульптурной композиции составит почти 3,5 метра. Поклонники хотят установить памятник 50-летию Юрию Шатунову 6 сентября 2023 года. На неделе рассказали историю многодетной семьи Сакмаркиных из Илекского района. Ребята, это четверо сестер и брат, живут без родителей под опекой старшей сестры. Их дому требуется ремонт. Они стали героями одной серии проекта «Заброшенная Россия» на YouTube-канале. Так вот, семья записала обращение о том, что они не смогли попасть на прием к губернатору. На это быстро отреагировали в правительстве. Денис Паслер встретился с Сакмаркиным и поручил главе Илекского района выделить семье две квартиры, а также помочь с домом. Статья о ситуации есть на сайте в разделе «Истории». Туалеты и входные группы за 48 миллионов рублей. Стоимость новых объектов в парке «Березка» вызвала резко негативную критику со стороны оренбуржцев. Аукцион объявлен на сайте госзакупки со стартовой ценой в 48 миллионов рублей. Торги приобрели скандальный оттенок из-за цены лота. Многие считают ее завышенной. Всего планируется установить четыре входных группы с туалетами, каждый из которых стоит 12 миллионов рублей. Отмечается, что за эти деньги можно купить большой обустроенный дом с территорией, а здесь 12 миллионов тратить на входную группу с туалетами. В мэрии же пояснили, что объект будет включать в себя туалеты, помещения для проката. Кроме того, техническим заданием предусмотрена система обогрева, освещения, видеонаблюдения, видеорегистрации, монтаж внутренних и наружных сетей канализации, а также установка терминала для оплаты. Восемь боксеров из Оренбуржья выступят на чемпионате России. Он стартует 18 августа в Хабаровске. На ринг выйдут порядка 400 сильнейших боксеров страны. Они разыграют 52 медали в 13 весовых категориях. Оренбуржий на соревнованиях представит восемь боксеров. Среди них Кабил Мамедов, Хикмет Гараев и Решат Бакиров. Финальные поединки пройдут 25 и 26 августа. Оренбург готовится отметить юбилейную дату 280 лет. О том, в какой торжественной атмосфере это будет проходить, подробно рассказали на сайте. Хотим предупредить, из-за именин 26 августа частично перекроют несколько городских улиц. Ограничения движения транспорта будут вводить на улицах Прохоренко, Новое, Володарского и переулки Матросском. Кроме того, в эти же дни город принимает международный молодежный форум Евразия Глобал. Участников гостеприимной Оренбуржии встретят интерактивными площадками и местным колоритом. В Оренбургскую область приезжают гости из 73 стран мира. Площадкой для торжественного открытия традиционно станет спортивно-культурный комплекс Оренбуржье. Праздничная программа стартует 21 августа в 20.00. До открытия кинофестиваля «Восток-Запад» классика и авангард всего неделя расписание кинопоказов уже опубликовано. Это более 100 сеансов. Регистрация на кинопоказы открывается 18 августа. Все они будут бесплатными. Концерт группы «Умы Торман» в день открытия 25 августа, кстати, тоже. Еще больше фактов о кинофестивале в телеграм-канале «Восток-Запад» онлайн. Ссылка на него есть в описании. Под Оренбургом прошел большой островыезд нашего проекта «Смотри на звезды». Участники наблюдали самый мощный звездопад года – потоки Персииды. Полюбоваться на падающие звезды и загадать желание под открытым небом приехали около 1400 человек. Это стало абсолютным рекордом наблюдений за всю историю проекта. А наблюдать за объектами космоса группа астрономов-любителей приезжает на гору Горюн с 2016 года. Организаторы проекта – астросообщество «Орион» и редакция «Оренбург-Медиа». Мы сняли атмосферное видео. Посмотрите его на нашем YouTube-канале или в специальном разделе проекта на сайте. Завершаем выпуск афишей выходного дня от нашего партнера. Город еды – атмосферное место для отдыха, общения и вдохновения в Оренбурге. Вечер, пятница, суббота и воскресенье обещают быть жарким. Живая музыка на главной сцене каждый день. Фастфуды, рестораны, бары, клубы. Проведите вкусные выходные в городе еды. Подробные афиши выходного дня в телеграм-канале. Присоединяйтесь. Это были новости города О. Следите за нами в ВКонтакте, Ютубе, Дзене, Телеграме и Одноклассниках. Также нас можно слушать на всех главных подкаст-платформах. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мы благодарны вам за обратную связь. Встретимся тут уже через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok